МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Копилка ансамбля «Синдика» пополнилась дипломом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Мир звезд». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия. В управлении Росгвардии по Карачаевой-Черкесии сегодня прошел брифинг, основными темами которого стали поступление в военные институты и призыв на службу по контракту. Какие категории граждан подходят для поступления? Что необходимо знать абитуриенту? Какова вероятность дальнейшего трудоустройства в управлении Росгвардии по Карачаевой-Черкесии? Какие требования предъявляются людям, желающим поступить на воинскую службу по контракту? На эти и другие вопросы журналистам рассказал в Рио начальника отделения учета и комплектования регионального ведомства Олег Кутлакаев. Адыгехабльским районным отделом госавтоинспекции на обслуживаемой территории зафиксирован аварийно-опасный участок. Это 47-й километр федеральной автодороги подъезд к Черкесску. Больше трети всех чипы на трассе случились именно на данном отрезке дороги. Полицейские провели профилактическое мероприятие с целью напомнить водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Артур Ухц подробнее. В Адыгехабльском районе республики этот участок автодороги считается одним из аварийно-опасных. За прошлый год около трети всех происшествий на федеральной трассе случились именно здесь. В семи ДТП пострадали четыре человека. Как отмечают сами автоинспекторы, до оборудования участка разделительными барьерами статистика была еще печальнее. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения после маневрирования и несоблюдения дистанции и бокового интервала между автомобилями. Самым эффективным методом надзора за дорожным движением является непосредственно патрулирование дорог и контроль трассы на особо сложных участках, каковыми является данный участок автодороги. Отремонтированная ранее трасса, с одной стороны, стала куда удобнее для передвижения, с другой – теперь далеко не каждый автомобилист соблюдает скоростной режим. На перекрестке случиться может всякое, и резкое торможение на большой скорости чревато трагическими последствиями. Будь водители более внимательными к остальным участникам дорожного движения, значительной части происшествий удалось бы избежать. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в ОГИБДД пересмотрены и изменены места дислокации нарядов ДПС. Наряды ДПС приближены к аварийно-опасным участкам автодорог и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Ежедневно экипажам ДПС выписываются служебные задания с указанием времени и места несения службы на аварийно-опасных участках автодорог и в местах с интенсивным движением транспортных средств. «Мы перекреждаем, стоит аварийно-опасный участок. Будьте внимательны, не снижайте скорость, будьте аккуратны». «Спасибо большое». Проверки на дорогах и профилактические наставления водителям такие меры предупредительного характера регулярно применяют сотрудники госавтоинспекции, чтобы снизить статистику аварийности на обслуживаемой территории. Артур Мухцей, Сламрумов, Вести, Карачаев, Черкесия, Адыгихабльский район. В Черкесии простились с Джошербеком Узденовым депутатом Государственной думы от Карачева-Черкесии о профессиональном пути общественного деятеля, патриота, мецената, интернационалиста в репортаже Артур Мухцей. Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джошербек Борисович Узденов. Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовы прийти на помощь. «Таким мы его запомним». Эти слова принадлежат лидеру фракции «Единой России» в Госдуме Владимиру Васильеву и были опубликованы пресс-службой партии в минувшее воскресенье. Джошербек Узденов родился в 1967 году в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района. В середине 80-х годов прошлого века трудился на производственном участке колхоза «Октябрь». Затем в течение двух лет служил в Афганистане. В начале 90-х окончил Ростовский институт народного хозяйства. В 2009-м стал депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии. Спустя четыре года возглавил сперва региональное управление охраной окружающей среды и водных ресурсов, а затем в 2020-м новое профильное министерство. Через год во время очередных выборов депутатов Государственной Думы был избран от партии «Единая Россия» в Нижнюю палату Федерального собрания. За годы профессиональной деятельности заслужил непререкаемый авторитет и уважение всех, с кем трудился бок о бок. Человек с большой буквы. Я могу сказать, что даже во время предвыборной кампании, когда я с ним ездил по районам, для меня было удивительно, что куда бы мы ни приезжали, люди вставали не для того, чтобы задать ему вопросы, а просто поблагодарить его за то, что он для них сделал. Он действительно делал очень много для людей. И каждый раз, когда он был здесь, когда мы с ним созванивались, он всё время задавал один и тот же вопрос, что мы для кого можем сделать. Я скажу, что он тоже был действительно по-настоящему народным депутатом. Трудно найти в Карачае-Черкесии социальное учреждение, будь то школа, детский сад или больница, которому он не помог бы за время своей работы на различных должностях. Кроме того же, Шарбек Узденов всегда был в курсе того, что происходило в родном ауле Кызыл-Октябрь. Помогал сельчанам, чем только возможно. Основным регулятором его поведения всю жизнь были долг, честь, достоинство, преданность к своей родине. Он с юности ещё, со службы в Афганистане, показал себя, наверное, одним из лучших людей своего поколения. Сегодня, какие бы мы слова не нашли бы, как бы не был велик и богат русский язык, он всё равно будет недостаточен обрисовать, охарактеризовать этого достойного человека своего отечества. Жизнь и деятельность Джошербека Борисовича Узденова достойный пример для подражания подрастающему поколению. Память о нём сохранится в сердцах его современников навечно. Артур Мхцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Школьное питание – залог здоровья и успешной учёбы. Обязательно наличие первого, второго блюда, салатов и горячего напитка. Таков обед учащихся в общеобразовательных учреждениях Прикубанского района, где организовано горячее питание, соответствующее единому меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии. Каковы же основные характеристики, особенности и требования к школьному питанию, о них и контроле еды, расскажет Алла Качиева. Мы кушаем каждый день. Меню разнообразное. Очень много всего. Есть и гречка, и макароны, и пюре. Разные гарниры, котлеты, салаты, что очень полезно, потому что овощи – это полезно. Кормят хорошо, порции большие. На весь день хватает. Также соки, компоты, различные сладости и много чего еще. Ежедневно на столах знамерских гимназистов обязательно блюда из мяса, либо птицы, или же рыбы, свежие овощи. Ведь пищевой рацион школьника должен быть сбалансированным, разнообразным и удовлетворять энергетические потребности детского организма. Организация питания в школе является важнейшей частью качественного образования детей. Специальное меню составляется. В связи с тем, что наступает весна, и обитаминоз надо как-то преодолеть. У нас хороший повар-технолог. Она это знает, составляет меню. Всего в этом образовательном учреждении 235 учащихся. Ученики начальных классов обеспечены двухразовым горячим питанием. Обеды им предоставляются за счет государства. Старшеклассники же здесь только обедают. Столовая о гимназии в селе Знаменском рассчитана на 120 посадочных мест. Всеважные нюансы школьного питания, режим, рацион, примерное меню и требования к столовой зафиксированы санпином. И здесь строго соблюдаются все нормы и правила. После того, как повар сделал свою работу по технологии, по технологическим картам, естественно, после этого я проверяю, беру пробы. После этого мы пробы забираем в тары, которые у нас проверяет санпин. А со стороны деток наша безопасность тем, что под руководством классных руководителей они моют ручки. Соответственно, дети уже к этому приучены. Они моют ручки и только так садятся за стол. Организация полноценного питания в школе во многом зависит от педагогов. Именно они отвечают за четко организованный прием пищи школьниками и следят за тем, чтобы ученики получали горячий завтрак или обед в одно и то же время и ели не спеша. Внедрена также система родительского контроля за организацией питания, которая проходит в очном и дистанционном формате. Конечно, встречаются дети, которым что-то не нравится, кто-то гречку не любит, кто-то какую-нибудь кашу. Но то, что классные руководители объясняют, проводят беседы. И то, что наш повар вкусно готовит, конечно, играет очень важную роль. И, в принципе, у нас дети все с удовольствием обедают, все кушают с удовольствием. Учителя проводят классные часы, во время которых объясняют детям, для чего нужно питаться, рассказывают о полезности продуктов, демонстрируют составы блюд. Почему нам приходится, к сожалению, объяснять полезность продуктов? Потому что сейчас много фастфудов, много всяких праздников они проводят вне школы, вне дома, в кафе и в ресторанах. Вот, поэтому еда там и здесь в школе, конечно, отличается. Поэтому детям каждый раз объясняем полезность продуктов. Почему еда в столовой отличается от еды в кафе? Потому что в столовой всегда обязательно здесь делают нам полезную еду готовят. Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и способностей к эффективному обучению. Все это ведет и к улучшению показателей уровня здоровья населения в целом. И в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Ислам Рума, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район. Ансамбль совсем молодой, всего полтора года. Но ребята показывают уже неплохие результаты на всероссийских и региональных фестивалях-конкурсах. Речь идет о танцевальном коллективе из аула Беслиней, носящем название древнего государства адыгов «Синдика». Оценила мастерство юных танцоров и Фатима Даурова. Танцевальный ансамбль образовался в ауле Беслиней в сентябре 2021 года. И название сразу выбрали величественное «Синдика». Его позаимствовали у древнего государства адыгов, существовавшего еще в пятом веке до нашей эры. Организаторами и руководителями детского хореографического коллектива стали совсем молодые педагоги танцевального искусства. Абидов Ахмед и его коллега по сцене Милана Аджиева. Я сам родом с этого аула, аул Беслиней. Когда в ауле построили клуб, я хотел сам прийти, предоставить инициативу, предложить свою кандидатуру. Но через пару дней мне позвонил руководитель моего ансамбля, где я работаю, занимаюсь. Это госансамбль театра танцев Карачаева-Черкесии. Раньше он назывался госансамбль «Меркурий». Мурат Владимирович Геев позвонил мне, сказал, что ищут хореографа в моем ауле. Не хочу ли я? Что, конечно, я сразу согласился на это. Как только весть о создании нового коллектива прошлась по аулу, многие из детишек ринулись покорять танцевальные олимпы. И началась высокая текучесть кадров. Ребята пробовали себя в хореографическом искусстве, и те, у кого не получалось найти гармонию с танцем, начали потихоньку отсеиваться. Остались самые выносливые, воодушевленные и увлеченные магией кавказского танца. Сейчас здесь занимаются больше 50 детей разных возрастов. Накопленный за год творческий багаж они продемонстрировали на своем первом сольном концерте. Результат превзошел все ожидания. Отовсюду начали поступать приглашения на участие в различных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно ансамбль «Синдика» пополнила свою начинающую коллекцию наград дипломом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Мир звезд» в номинации «Хореографическое творчество». Победу ансамблю принес старинный убыхский танец. Дети старались, они заслуженно получили это место. Я думаю, успех в старании, в том, что они пахали. Мы на самом деле пахали. Мы приходили, мы уходили, даже бывало, что в 9-10 вечера. Их это очень сильно мотивирует. Одно дело, когда ты у себя на сцене танцуешь перед своими зрителями. Другое дело, когда у тебя есть с кем посоревноваться. Когда ты видишь другой коллектив, который занимается лучше тебя, делает какие-то новые движения. Это очень их мотивирует. Поэтому у них появляется больше желания куда-то ехать и заниматься над собой еще лучше. Для любого артиста нет ничего прекраснее, чем сцены и аплодисменты зрителей, даже если артисту всего 5 лет. Ведь выходя на сцену, дети и подростки демонстрируют результаты каждодневного труда, сложного и интересного. И каждое выступление отличается особенной искренностью, чистотой и доверчивостью. Фатима Дурова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Здоровье самое дорогое у человека, но многие люди воспринимают его как дар, который дается им на всю жизнь. Пока молоды, кажется, что всевозможные недуги непременно обойдут стороной, но это не всегда так. Здоровье необходимо поддерживать. И по оценкам специалиста ВОЗ, в 50% случаев это зависит от образа жизни человека. Многие недуги молодеют, в их числе и грыжи позвоночника, в частности поясницы. От нее страдают 80% мужского и 60% женского населения нашей страны. О грыжи и методах ее профилактики и лечения рассказал Мадине Каракетовой, гость нашей студии, врач-нейрохирург Казим Узденов. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот периодически слышишь, ой, поясница, ой, там кольнула, тут прихватила. И в итоге вердикт грыжа. Всегда ли боли в пояснице – это вот обязательно грыжа? Нет, боли в пояснице могут быть другого характера. Не обязательно, что грыжа диска может быть причиной боли. Но основная причина боли, конечно, приходится на грыжу диска. Если она, грыжа, появилась, то она, конечно, как инородное тело в позвоночном канале, где проходит у нас спинной мозг, находится с грыжей в спинному мозгу, там тесно. От спинного мозга отходят нервные стволы к другим органам, внутренним, к нижним конечностям и вообще по всем. Поэтому, если грыжа есть, то она мешает человеку жить, вызывает сильные нестерпимые боли. И тогда, если она, ну, конечно, еще и зависит от того, величина, размер грыжи. Если она большая, примерно там 0,8 миллиметров, 0,10 миллиметров, такая грыжа большая, она подлежит, конечно, к оперативному вмешательству. Казим Джагафарович, скажите, а как появляется грыжа и потом как она проявляется? Грыжа страдает около 80% мужчин и 60% женщин вообще, так по данным. Грыжа может проявиться в среднем спина, боли в спине появляются уже в возрасте 30-35 лет у человека. Грыжа – это строение между позвонкового диска, она состоит из пульпозного ядра и фиброзного кольца, грубо говоря. Вот со временем вот это фиброзное кольцо, оно высыхает с возрастом, трескается. И в этой трещине пульпозное ядро начинает туда входить, и где тонко, там и рвется, как бы она выходит в позвоночный канал и давит на нервное окончание. Вот тогда это и есть межпозвонковая грыжа. А может она появиться, например, по другим причинам, там, тяжести? Да, тоже может быть, да. Удачное падение? Да, даже может человек чихнуть или кашлянуть, может тогда тоже появиться эта грыжа. Это зависит от того, насколько она, фиброзное кольцо, насколько она разорвана, потрескана. От стадии образования вот этой грыжи, в начальном стадии, да, могут быть такие раздражения нервного окончания в спинном мозге. И он как бы немножко начинает раздражаться и дает сигналы мышцам, спины, пояснице, ногам. И когда вот эти беспрерывные импульсы, нервные импульсы подходят, приходят к мышцам, мышцы спазмируются. И так называемый миофасциальный синдром. Мышцы спазмируются и не могут как бы разжиматься и не сжиматься, поэтому возникают сильные боли. Тоже приходится, ну это можно консервативное лечение проводить по этому поводу. А как определяется грыжа вообще, вот как вы определяете, методы какие у вас сейчас современные существуют? В наше время, когда уже есть нейровизуализация, как говорится, МРТ, КТ, исследования, тут проблем уже нету. Если человек, у него спина кольнула, сразу бежит, делает МРТ. И там, а раньше, когда не было МРТ, там, КТ-исследования, люди ходили, ой, радикулит, радикулит, там, и не знали, грыжа у них или не грыжа. Ну, лечились как могли. А сейчас конкретно есть диагностика четкая. И без нейровизуализации вообще нельзя начинать лечение грыжи диска, там, или боли в спине у нас так принято. Чем опасна грыжа поясничного отдела вообще вот в повседневной жизни, для дальнейшей жизни человека, скажем так? С грыжей диска можно жить сто лет, даже больше, если она не мешает, если она не касается нервного кончания. Бывают такие люди, которые приходят, вот у меня был случай такой, женщина приходит с МРТ исследованием, там, огромная грыжа, там, даже 11-15 миллиметров, наверное. Она приходит, ищет доктора. Доктор, где доктор, где нейрохирург? А что, зачем вам нейрохирург? Вот у меня тут грыжа. А у вас что-нибудь болит, бабушка? Нет, у меня ничего не болит. А мне сказали, вот грыжа, я пришла лечиться. Ну, это, когда, это зависит еще от строения позвоночника, позвоночного канала. Если он широкий, бывает широкий, даже большая грыжа, она не мешает человеку, и он живет с этой грыжей сто лет. А когда узкий канал позвоночный, да, небольшая даже не грыжа, а протрузия, предгрыжа, как бы так называемая, вот она немножко выступает и начинает уже давить на нервное кончание, и тогда вот возникает боль, и приходится там лечить консервативно. Если консервативное лечение не помогает, это уже последнее оперативное лечение. Если грыжа сидит, как бы, да, на этом нервном окончании, она может атрофироваться, и функция у нее теряется, и он, человека может быть, нога там, стопа виснуть, есть такой куриный этот степаж, такой шлепаюсь, ходят люди такие, такие есть, вот иногда встречаются на улице, тогда уже, да, он приводит к инвалидности. Если вовремя не оперировать, не удалить вот эту грыжу, которая мешает. А если грыжа маленькая, как бы, небольшая, как бы она раздражает нервное кончание, там возникает отек, воспаление самой грыжи и нервного кончания. Вот консервативно это отек и воспаление можно снять и брать боль, и тогда человек нормально дальше продолжает жить. Очень часто доктора рекомендуют при грыже, рекомендуют операцию, но люди, которые делали эту операцию, вот я сама несколько раз это слушала от некоторых пациентов, слышала, что эффект там не совсем долговечный, ну, два года, три года, а потом может стать еще хуже. Скажите, есть ли какие-то другие методы лечения грыжи или операция, это вот, это единственный эффективный метод лечения, вот это вот недуга? Лечение межпозвонковой грыжи, это самая такая последняя стадия, как бы, да, до этого человек должен пройти все это пункты консервативного лечения. Если это консервативное лечение не помогает, и по результатам МРТ-исследования, если она большая, как бы, да, 0,8, 0,9, 0,10 миллиметров, тогда уже безвыходное положение приходится на операцию идти. А если грыжа, как я уже говорю, небольшая, не мешает, ну, раздражает, но не сильная боли нет такой, то можно и консервативно лечить. Медикаментозное лечение, и наряду с медикаментозным лечением, и есть методы такие, локальная инъекционная терапия, так называемая, это в простонародье блокады. Это когда человек приходит к врачу, жалуется, смотрит, врач, в принципе, если грыжа небольшая, то он означает лечение, там, внутривенные капельные вливания, и противовоспалительная терапия. И вот наряду с этим очень эффективная вот эта блокада. Блокада – это как раз лекарство подводится к месту конфликта между корешком и грыжей. В это место подводится и вводится лекарство, которое снимает воспаление, отек, улучшает кровообращение корешка и нервное окончание. И вот очень прямо в конце иглы можно, как говорится, испытать исчезновение боли. Это очень хороший метод лечения, без операций. А эффективность насколько это? Эффективность у каждого, конечно, организм разный. У кого-то, может быть, на годы проходит, у кого-то на несколько месяцев. Это зависит, как говорится, от организма человека. А операция, конечно, когда уже большая грыжа, приходится оперировать во время операции. Мы вот у нас в областной клинической больнице делаем операции такие, очень много, очень хорошие результаты. Дело в том, что может быть, конечно, что после операции бывает и спаечный процесс, когда вот эта послеперационная рана там начинает заживать, и там спайки, получается, и суживается вот этот канал, не канал, а вот этот, где корешок, это место. Она может сильно сдавливаться, и такое бывает. А может быть, рецидив грыжи бывает тоже. Когда операция, оперирующий хирург, конечно, старается почистить между двумя позвонками диск там, но бывают там какие-то остатки остаются. А человек полегче стало после операции, месяц, два-три ходил, почувствовал себе уверенность во всем. Побежал, опять что-то поднял, а там уже, как бы, уже дорожка есть, в этот, где мы убирали грыжу, туда опять выходят остатки грыжи, бывает рецидив. Приходится еще раз туда лезть и опять почистить этот диск. То есть беречь себя надо? Беречь надо, конечно, да, беречь. Казим Джагафарович, а можно ли вообще предотвратить грыжу? Несколько советов, как вот от специалиста. Есть люди, которые вообще никогда за всю жизнь и спина не болит, и живут они, и даже не знают, что такое грыжа. Но есть, конечно, и даже молодые люди сейчас, вот в последнее время, очень часто, не знаю, вот леди, молодые, которые, может, спортом занимаются, борьбой там, лечат, может, тогда у них получается это очень много. И тем более с нейровизуализацией, которая у нас есть, это все проявляется часто. Раньше же не делали так часто МРТ. Конечно, надо беречь себя, спину, надо чрезмерно тяжелые вещи не поднимать, заниматься физкультурой, не спортом, а физкультурой. Мышцы, паравертебральные мышцы, которые держат наш позвоночный канал, их надо поддерживать, чтобы они держали позвонки. Лечебная физкультура, плавание, вот эти методы, которые исключить чрезмерное напряжение, поднятие тяжести, все, вот это, конечно, это профилактика, конечно, это грыжи образования. Но, к сожалению, так не всегда получается, и люди, очень много людей страдают этой заболеванием. И приходится их иногда и даже оперировать. Казим Джагафарович, огромное вам спасибо за интересный, а главное, полезный такой вот рассказ. Напоминаю, что актуальное интервью сегодня нам давал врач-нейрохирург Узденов Казим. До новых встреч!